Дороги нормальные, все нормально. После пары километров в таком режиме слов не остается. Эмоции берут верх. Я хотел бы и пахнуть, чтобы снять. В Саратове снова снегопады. Сутки непогоды и движение в городе останавливается. На этот раз все гораздо серьезнее. От политеха три часа добираюсь. Но там внизу вообще очищает снег, нет? Нет. И это еще недолго. Горожане часами ждут транспорт на остановках. Сегодня утром тоже невозможно было добраться до работы. Вышло половина седьмого, на работу приехало. Десятые часы, это нормально. Вот так. Нет хозяина в городе. Самые отчаянные возвращаются домой пешком. Путь занимает от двух до шести часов. Разгневанные жители с лопатами в руках выходят на расчистку подъездов к своим домам. У всех машины, у всех транспорт. Всем нужно на работу выезжать. Ночью проходит, 12 часов где-то ночью проходит. Закидывает весь выезд. И все. Ни разу, ни один трактор не приехал, не вывез ни одного КамАЗа. За редкой уборочной техникой выстраиваются километровые пробки. Машины специальных служб тоже стоят. В середине февраля снег снова стал сюрпризом для городских властей. Почти чрезвычайная ситуация. Даже создали специальный комитет. Его представители с ночным дозором по заснеженным улицам города. Я недоволен темпами и организацией этих работ. Мы увидели сейчас простаивать самосвалы, которые должны стоять под погрузчиками. Об этом у меня Данилину донос сейчас указание. Организовать немедленно, немедленно ввести коррективы в работу для того, чтобы до утра ситуацию коренным образом поправить. Глава комитета дорожного хозяйства, в свою очередь, без действия городских властей пытается оправдать отсутствием техники. И предлагает саратовцам не возмущаться, а отнестись к ситуации спокойно, как москвичи. И Москва имеет проблемы. И там к этому относятся достаточно, так сказать, терпимо. Поскольку там в Москве и бюджеты другие, и техники 15 тысяч единиц. Мы работаем в соответствии с своими возможностями и техническим оснащением. Сравнение не в пользу чиновников. В Саратове нет метро, и снежные завалы на дорогах буквально отрезают окраины от центра. Несмотря на это, оптимизма у чиновников не занимать. Мы видим, что на сегодняшний день того количества техники недостаточно. Мы в этом убедились, мы проехали с объездной дороги. И как сказал уже Вячеслав Леонидович, на завтра мы будем максимально увеличивать количество техники, как для вывоза снега, так и спецтехники в виде кредеров для расчистки дорог. При виде сити-менеджера со свитой водители снегоуборочной техники оживляются и начинают работать. Чиновники заверяют, что к утру все основные магистрали города будут расчищены, и люди смогут добраться на работу без проблем. Но просят горожан не расслабляться. Впереди их ждет новая беда – весенний паводок.